Приветствую вас. Смотрите. Ну, я думаю, что ключевой момент здесь в том, как вами воспринимается то, что вы делаете. То есть, вот один из таких ключевых моментов, это то, как вот вами воспринимается то, собственно, чем вы занимаетесь, да. То есть, вот то, что вы делаете, то, как вы делаете, то, что вы делаете, то, как вы, ну, организуете свою деятельность, да. То, как вы ее формируете, то, как вы относитесь, там, к своим, к своим. Ага. Значит, занятием, как вы относитесь к целям, которые вы себе ставите. Вот. Как бы, как вы воспринимаете, собственно, вот те задачи, которые, опять же, вы себе сами ставите. Вот. Ну, мне кажется, что вот в этом заключается такая, какая-то основная суть, потому что это причина, да. То есть, если, если, грубо говоря, каждая ваша задача несет для вас определенный стресс, дискомфорт, если слишком много, грубо говоря, там, не знаю, поставленных, поставленных на карту, к примеру, ну, для вас вот каждый раз, то, да, естественно, естественно, конечно, вы будете, ну, вы, точнее, не будете доводить до конца, до конца то, что делаете. То есть, это, в общем, в целом, вполне нормально, потому что вам будет это просто-напросто тяжело и трудно. Вот. То есть, здесь есть страх, здесь есть какой-то вот страх, здесь есть какие-то вот такие мотивационные, я так думаю, перегрузки. Вот. И нужно просто разобраться с тем, вот, откуда они, собственно, берут начало, да. То есть, почему они вообще появляются, эти мотивационные перегрузки во, так сказать, сверх, вот, значит, сверхзначимость, сверхзначимость того, что вы делаете, к примеру. Вот. Ну, мне кажется, примерно, вот, примерно так можно вам ответить на ваш вопрос, да. То есть, необходимо посмотреть, что с вами происходит в момент выполнения задачи, в момент, в момент постановки цели, вот. И смотреть, что происходит там, потому что, что происходит, например, когда вы начинаете что-то делать, что происходит, когда вы там продолжаете что-то делать, вот, и прочее, вот, и прочее. Вот. То есть, это всё нужно исследовать, это всё нужно смотреть. И тогда, я думаю, что будет, собственно, собственно, понятно, какая здесь у вас проблема. Вот. Ну, пока что, пока что, да, пока что, основная, вот, трудность заключается в том, что вы очень, очень, видимо, сильно боитесь самой задачи. И здесь вот страх перед поражением, то, что сказал мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович. Это вот, возможно, ну, возможно, это одна из проблем, которые вам мешают. А ещё, может быть, не только в этом, может быть проблема, проблема может быть ещё и в том, как вы воспринимаете то, что делаете. То есть, к примеру, вам может не нравится то, что вы делаете, вас может не устраивать то, что вы делаете, вас может как-то, вот, отвращать то, что вы делаете. Такие варианты, варианты тоже вполне реалистичны, к сожалению. Вот. Потому что неизвестно, как, как, ну, как вам, вами формируются задачи ваши. То есть, вот, как, как конкретно вы себе информируете задачи и как вы их выбираете. Понимаете? То есть, это тоже такой очень важный аспект этого вида деятельности и на него, ну, тут тоже необходимо обратить внимание. Да. Ещё есть момент, согласно которому вы, грубо говоря, получаете некую выгоду вторичную от того, что, ну, как бы, уходите от выполнения задач. Да. Вот. И это очень важно. Это очень важно. Поэтому это всё нужно анализировать, это всё нужно смотреть. Вот. Это всё нужно исследовать. И вот где-то в процессе исследования, да, уже понимать, что происходит. То есть, вы здесь пытаетесь напрягать свою волю, на мой взгляд, а волю напрягать не нужно. Нужно смотреть, а, 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 а. сопоставление, вот, то есть откуда оно вообще дарит сопоставление, что именно сопоставляется, и когда и если сопоставление будет исследовано, вот, когда и если эта ситуация, вот, собственно говоря, будет, ну, как-то вот раскрыта, вот, тогда уже будет гораздо более понятнее, куда вам дальше двигаться, и, собственно, что вам делать дальше. Вот, такая вот история. То есть сейчас, главное, на что нужно обратить внимание, это именно вот на раскрытие ваших переживаний, на раскрытие того, что вы чувствуете, например, когда начинаете чем-то заниматься, вот, когда, ну, когда чувствуете сопоставление, вот, это все очень важно, это все очень важно. И так вот будете лучше понимать, что вам хочется, так будете лучше понимать, к чему стремитесь, вот, так будете лучше отдавать себе отчет в том, что вам нужно, вот, и так далее. Вот, то есть здесь самое главное, наверное, просто не спешить, да, не торопиться, дать себе время все хорошо и спокойно прожить, вот, вот, и я думаю, что тогда все будет неплохо у вас. Вот, вторичный выигрыш нужно определить, потому что, если бы, вот, если бы не вторичный выигрыш, если бы не вторичный выигрыш, то вы бы этого не делали, то вы бы этого не делали, с того, что делаете. Так, я думаю, что, вы это, вы вот это все делаете, чтобы, как раз, какую-то, вот, вторичную выгоду для себя получить. И вопрос заключается именно в том, что, что из себя представляет, вот, вторичный выигрыш. Ну, мне так видится, по крайней мере, мне видится, так обстоят ситуации. Вот, вот, попробуйте для себя, попробуйте вначале, просто поисследовать, вот, свои переживания, запросите, чтобы они это сделаны, вот. Дальше, дальше, я думаю, будет все более вам понятно. Вот так, в принципе, я думаю, вам можно ответить на вопрос, который вы задаете. Ваша ситуация, она, конечно, неприятна, но она вполне себе корректируется, вот. То есть, это не какая-то, такая, ну, безвыходная история. Главное, чтобы вы этим занимались, главное, чтобы вы хотели проблему решать, и, собственно, если у вас будет такое вот желание, да, то, в принципе, я думаю, все можно будет решить. Чем больше вы прислушиваете к себе, чем больше вы слышите себя, тем лучше будет для вас, тем лучше будет для вашего психологического состояния, тем меньше вы сюда доставляете, тем лучше, опять же, для вас. То есть, тем лучше для вашего, собственно, психологического, опять же, состояния. Вот, это тоже необходимо учитывать, обязательно, при собственной работе. Поэтому, давайте мы с вами, наверное, на этом закончим. Достаточно много я уже сказал. Вот, проследите за собой, обязательно, обязательно за собой, вот, обязательно за собой проследите, чтобы, ну, вот, как-то лучше, лучше понимать, что происходит. И дальше уже с этим вы можете обратиться к любому специалисту, которого выберете на вашем сайте, и он вам поможет. На этом все. Я надеюсь, чтобы это было все полезно. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok